Участникам рабочей группы предстоит собрать общие для разных регионов проблемы и вынести их на федеральное обсуждение. Например, накопленный экологический ущерб. Это целая карта. Черная дыра в Нижегородской области, озеро Зеленого масла в Ярославской, Красный лес в Ленинградской. В ликвидации этих опасных свалок заинтересован каждый регион. Эту проблему нужно решать вместе. Также с одинаковыми вопросами столкнулись в разных уголках страны при запуске реформы по обращению с ТКО. Это обустройство контейнерных площадок, переход на раздельный сбор мусора, перерасчет платежей. Это и дифференцированный тариф в зависимости от категории отхода образователя, конкретного жителя, населенного пункта малого, где, допустим, вывоз требуется не ежедневный, к примеру, и крупных населенных пунктов. Это, естественно, сезонная миграция, учет перетока населения в различные сезоны из крупных городов, допустим, в населенные пункты в сельской местности. Это тоже нужно учитывать и в рамках формирования платежек для людей, и в рамках функционирования системы региональных операторов. В реализации реформы ТКО регионам должен помочь федеральный центр. Для этого создан российский экологический оператор, компания, которая будет следить за соблюдением законодательства в этой сфере и привлекать инвестиции для развития отрасли. Регионам необходимо четко понимать и выстраивать отношения с этой новой структурой в части регуляторики. За каждым пунктом нацпроекта «Экология» конкретные объекты, влияющие на судьбу миллионов жителей России. Например, в рамках проекта «Чистая страна» к 2024 году планируется ликвидировать 191 свалку в пределах городов и 75 объектов накопленного экологического ущерба. Участники рабочей группы предлагают мыслить еще шире, например, включить в федеральный проект еще 30 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. А значит, выделить дополнительные федеральные деньги на улучшение экологической обстановки. После обсуждения на рабочей группе подготовленные предложения по всем направлениям войдут в итоговый доклад к заседанию Государственного совета. Глеб Никитин подчеркнул, что основной посыл итогового доклада рабочей группы должен быть обращен в первую очередь к людям, к улучшению их жизни. Сергей Щеплягин, Александр Фомин. Время новостей.